Он не сдавался, умирал. Одним порывом и одной волной вдоль показаний выдвигается многотысячная колонна. Нога в ногу и, конечно, с табличками, главными символами бессмертного полка, марша потомков победителей. В современной России редко такие демонстрации проводятся. И такие толпы редко собираются, поэтому необычно, конечно. Прямо вот, особенно, как кричат «Ура!», прям как волна идёт. Под всеобщее ликование и легендарные журавли. В строю Ментимер Шаймеев и Рустам Миниханов. В руках президента табличка с именем дяди. С фотографиями отцов, дедов и прадедов каждый казанец. Фотографии и просто имена тех, кто подарил нам мирное небо. По предварительным подсчётам в этой колонии больше 100 тысяч человек. Те, кто захотел хотя бы на время оказаться со своими близкими, живыми близкими. Отец мой был призван в армию в 1940-40-м году. Он дважды был ранен. У него две боевые награды, красные звезды. От проспекта Строителей до улицы 50 лет Октября. Это бессмертный полк в Нижнекамске. С каждым шагом людей всё больше, людей с тысячами похожих историй. Это мой отец. Дошёл до Берлина. Брал Рейхстаг. От военкомата до площади – это уже марш в Буинске. С фотографиями близких и родных более пяти тысяч человек. У Ляли Менгалеевой в руках два портрета отца и свёкра. Участие в этой акции – это память. Они не дожили до этого дня. Хочется, чтобы они тоже увидели этот светлый праздник 9 мая. В Альметьевске единым строем прошли 15 тысяч человек. Такой бессмертный полк в Актаныши. Пока жива память, живы и герои. На улице каждый потомок участника войны – малыши, школьники, трудовые коллективы и руководители. По официальным данным, к акции присоединились все города и многие сёла. Но как один день может сплотить всех, это не перестаёт удивлять. Это очень милая акция. Приятно быть её участником. И энтузиазм всех этих людей наполняет день добротой. Наверное, во всей Европе это величайший день, величайшая дата столетия. Здесь я вижу известных людей, которые каждый год собираются, чтобы вспомнить прошлое. Единые чувства, печаль и радость, а в глазах бесконечная благодарность. По предварительным подсчётам, в строй бессмертного полка встали 363 тысячи татарстанцев. Столько воинов на день стали живым символом Великой Победы. Рамиль Шайдурин, Альбина Солгараева, Андерсон Тальцев, Фуат Гассин, Рамиль Закеев, ТНВ, Казань, Буинск, Челны, Нижнекамск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова